Американская компания Вашингтон заявил, что Москва нарушила договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Тем не менее, его надо сохранить, истекает в 26-м. Песков не против, но сейчас, по его словам, все спутники НАТО работают против России. Кирби признал, США ввели на Украине биологические исследования, но это было связано с пандемией, а не с оружием. Из Минска сообщили, авиация отработала уничтожение группировок, которые могут пройти через границу союзного государства и плацдарма вблизи границы. Одновременно в Беларуси комплектуют групповые аптечки для военных и перешли к полной самостоятельной эксплуатации скандеров. Путин поручил ликвидировать возможность обстрела приграничных регионов. Президент Грузии Зурбишвили. Мирное соглашение по Украине должно включать вывод российских войск из Осетии и Абхазии. МИД Литвы призвал закрыть российские посольства в Европе. Международный Олимпийский комитет ввел полный запрет на присутствие российских чиновников на любых спортивных мероприятиях. Эстония предупредила таллинского митрополита Евгения о возможной высылке в случае поддержки СВО. Международная федерация журналистов рассмотрит вопросы при остановке членства Российского Союза. МИД заявил, на Западе ведется фронтальная атака на все русское. Глава Пентагона Остин пообещал Южной Корее больше бомбардировщиков и решено возобновить боевые стрельбы. Вслед за ним прилетел Столтенберг. Газеты пишут о формировании азиатского НАТО. Новый президент Чехии Павел начал с антикитайского выпада. Страна больше не будет вести себя с Пекином как страус. США и Индия заключили антикитайские соглашения в сфере обороны и хай-тека, пишет Экономист. Рейтер обороны бюджет Индии вырастет до 70 миллиардов долларов. Потери близкой к моде группы олигарха Адани достигли 84 миллиардов. Эрдоган не одобрит заявку Швеции. МИД Турции заявил, что не нарушит конвенции Монтрео и выступил против разрастания войн в регионе. Между тем в Стамбуле из-за угрозы терактов закрываются западные консульства. Нитаньяху заявил, ядерную программу Ирана остановит только угроза силы. Папа Римский в Конго призвал неназванные государства, цитата, перестать грабить Африку. Хакеры взломали электронные табло в Эрмитаже и вывели на них сообщения, признанные Минобороны фейками. ФСБ задержало трех человек, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области. Песков одобрил выплату бонусов за подбитые западные танки. Цитата, это способствует энтузиазму. Пригожин предложил запретить чиновникам и депутатам отдыхать за границей, чтобы не раскалывать общество. Навального перевели в помещение камерного типа. Там запрещены свидания на полгода. Футболист Кокорин поделился мыслями после выхода на свободу. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, так как это весомый урок. Конец цитаты. Глава Росавиации не Радько. Даже под санкциями можно, цитата, «спокойно летать на иностранных самолетах до 30-го года». В перестановке запчастей нет ничего нового. Если прекратится господдержка, есть некий стресс-сценарий. Матвиенко предлагает вести мораторий на закон о госзакупках. Он мешает быстро осваивать средства. Bloomberg. Военные заказы компенсируют российской экономике ущерб от санкций. По данным того же агентства, состояние миллиардеров в России выросло с начала года на 19 миллиардов долларов. Число российских юрлиц под санкциями достигло 10 тысяч. По данным коммерсанта, Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России. Росстат. В России живут 146 миллионов человек. Минус 550 тысяч к прошлому году. Обстрелян, но не пострадал нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Прокачка в Германию в январе полностью прекратилась. Зато прокачка газа через станцию Суджа выросла на 20%. Тем не менее, фон дер Ляйен. Европа больше не зависит от российского топлива. Протестирован маршрут прокачки газа из Европы на Украину через Молдавию. Сама Молдавия получила из Румынии первую партию дров. После трех миллионных демонстраций во Франции и крупнейший общенациональный протест в Англии. Бастуют учителя, госслужащие, машинисты, профессора всего около полумиллиона. Правительство предупредило бастующих о серьезных перебоях. К забастовке готовятся присоединиться врачи и пожарные. PayPal увольняет 2000 сотрудников или 7% от штата. В Швеции зашкаливают банкротство. Плюс 47% к прошлому году и рекорд за 10 лет. Ливан официально девальвировал валюту, фунт, на 90% до 15 тысяч за доллар. Патриарх Гундяев назвал отношения церкви и государства сейчас лучшими в истории. Невзорова заочно приговорили к 8 годам. На Украине погиб чемпион Европы и президент Федерации каратэ Увицкий. Минкульт и Минпросвещение намерены синхронизировать театральный репертуар с новой школьной программой по литературе. РГГУ предлагает ограничить доступ к чат-боту ChatGPT после того, как студент защитил диплом, написанный нейросетью. За два месяца книгу Рогозина на Западном фронте без перемен купили 100 раз при тираже 7 тысяч. На Красной площади задержана гражданка США, выгуливавшая там теленка.